Тверскому государственному университету 50 полуторавековой давности. Именно тогда талантливый педагог, меценат, известный общественный деятель Павел Павлович Максимович открыл в Твери на свои личные средства женскую учительскую школу для бесплатного обучения крестьянских девушек педагогической науки. Учительская школа пользовалась заслуженным авторитетом не только в Тверской губернии, что и открыло возможность развития и усовершенствования системы образования в Твери. В 1917 году был создан Учительский институт, а немного позднее, в 1918-19 учебном году, Учительский институт был преобразован в педагогический. В его структуру вошли школа Максимовича и Учительский институт. В 1931 году он стал Калининским в связи с переименованием города. Послевоенное время ставило перед институтом, как и перед всей страной, новые задачи, главными из которых было не только возродить потерянное, утраченное, но и продолжать совершенствовать вуз. Открывались новые факультеты, кафедры, которые готовили специалистов так необходимых стране. Коллектив во главе с ректором Павлом Павловичем Полянским сделал все, чтобы институт стал настоящей кузницей высококвалифицированных специалистов. И это получило заслуженную оценку правительства. В истории пединститута наступила новая эпоха. По становлениям Совета министров СССР на его базе был создан университет, 20-й в России и 52-й в СССР. Первым ректором университета стал доктор исторических наук профессор Владимир Васильевич Комин. На его долю выпала ответственная и сложная миссия вывести вуз на новый уровень. Но этот человек не привык пасовать перед трудностями. В годы войны он командовал партизанским отрядом в Белоруссии, там же руководил партизанским движением и Кирилл Трофимович Мазуров, который в 60-е и начале 70-х был членом Политбюро ЦК КПСС. Его поддержка фронтового товарища во многом помогла коллективу Калининского университета справиться с некоторыми бюрократическими препятствиями. За 18 лет руководства университетом Комину и его крепкой команде удалось расширить материально-техническую базу, реконструировать старые и построить новые университетские корпуса, оснастить факультеты необходимым оборудованием. В реализации всех этих начинаний немалую роль сыграла и позиция Николая Гавриловича Корыткова, возглавлявшего тогда обком КПСС. Профессорско-преподавательский состав пополнился известными в стране учеными, педагогами и уже в первый год по новым современным программам обучались 650 первокурсников. Деятельность ректора Комина успешно продолжили его последователи. Александр Иосифович Уваров с 1982 по 1986 год. А с 1986 года более 20 лет у руля университета стоял Алексей Никифорович Кудинов. Время это совпало с историческим событием. Город вернул свое имя Тверь, а университет стал Тверским государственным. Талантливый руководитель, доктор физико-математических наук Кудинов сумел со своими соратниками осуществить серьезные преобразования, которые вывели вуз на принципиально новый уровень. Вдвое выросло число факультетов, в три раза увеличилось число специальностей, которым обучались студенты. Был разработан и утвержден генеральный план строительства университетского комплекса в городском районе Соменко, воссоздан ботанический сад, введены в эксплуатацию пять учебных корпусов, комплекс общежитий. В целом учебно-производственные площади выросли более чем в три раза. Успешно реализовались федеральные целевые программы, в числе которых были ВУЗа региону, Великий водораздел, Технопарк. Тверской государственный университет стал известен как учебно-научный центр, работающий по 50 научным направлениям. Особая страница в биографии университета научная деятельность. Не случайно с его историей связаны судьбы таких известных ученых, как Юлий Алексеевич Абрамов, Виктор Александрович Друин, Юрий Мстиславович Смирнов, Александра Александровна Залевская, Николай Александрович Гуляев, Юрий Григорьевич Папулов, Роза Дмитриевна Кузнецова, Алексей Всеволодович Смирнов, Ефим Александрович Лурье, Владимир Моисеевич Рудяк, Валерий Иванович Зиновьев, Геннадий Николаевич Ищук и многих-многих других. В 2007 году принявший пост ректора ТВГУ кандидат исторических наук профессор Виктор Прокофьевич Гавриков ввел рейтинговую систему обучения. Совместно с Институтом ядерных исследований в Дубне создана объединенная лаборатория математического моделирования сложных ядерных систем и процессов. В 2009 году ректором Тверского государственного университета стал доктор физико-математических наук профессор Андрей Владленович Белоцерковский. Известный ученый, автор более 120 научных работ, изданных в России, США, Японии, Канаде и других странах, продолжил и развил курс на преобразование вуза, которые соответствовали бы и сегодняшним задачам и тем, которые будут актуальны в будущем. При нем в структуре университета организованы три института – Институт педагогического образования и социальных технологий, Институт экономики и управления, Институт непрерывного образования. Академическая гимназия ТВГУ теперь одна из самых авторитетных и востребованных. Эти и другие преобразования позволили университету получить статус инновационного вуза, который является победителем многих федеральных проектов. Сейчас Андрей Белоцерковский возглавляет Центр стратегического инновационного развития Высшей школы имени Лурьет ТВГУ. Эту стратегию преобразований, совершенствования образовательной и научной деятельности университета успешно продолжает доктор филологических наук профессор Людмила Николаевна Скаковская, принявшая в 2017 году эстафету руководства Тверским государственным университетом. Сохраняя лучшие традиции вуза, ректор Скаковская последовательно расширяет его возможности. Разработан ряд серьезных проектов, требующих создания новых кафедр. Крепнут связи и с потенциальными работодателями разных сфер и направлений. Студенты нашего университета – постоянные участники и практически всегда дипломанты и победители региональных, российских и даже международных конкурсов и олимпиад. И это понятно, ведь университет по праву входит в число лучших учебных заведений России. С каждым годом растет число иностранных студентов, что говорит о популярности вуза не только в нашей стране. Здесь учатся ребята из 53 регионов нашей страны, а связи с зарубежными университетами год от года ширятся и крепнут. Это более 30 стран Европы, США, Китая, Мексики – всего и не перечислить. Наша гордость и научно-образовательный центр «Ботанический сад» Тверского государственного университета, имеющий научные связи, сотрудничество с коллегами многих зарубежных стран. Сад, который стал одним из любимых мест тверетян. Сегодня Тверской государственный университет по праву считается современным классическим высшим учебным заведением. Это подтверждает и профессионально-общественная аккредитация, все этапы которой успешно прошел наш университет. Теперь вуз готовится преодолеть еще одну ступень – международную аккредитацию, которая выведет его на новый серьезный уровень. Он дает право получать выпускникам дипломы, которые не требуют подтверждения в 47 государствах мира. А это признание особого доверия к уровню образования, который гарантирует университет. Многие поколения выпускников самых разных вузов не устают повторять. Лучшие годы нашей жизни – это время студенчества. И даже те, кто добился в жизни самых заветных целей, кто успешен в профессии и через десятилетия с ностальгией вспоминают свою альма-матер, однокурсников, счастливое и веселое время юности, наполненное фантастическими мечтами и планами. Да и как его забыть? А ребята у нас талантливы не только в постижении знаний. Невозможно представить сегодня университет без литературных и музыкальных праздников. Поистине брендом университета стали ежегодные дни славянской письменности и культуры, родившиеся на филологическом факультете почти 35 лет назад и связавшие университет со многими зарубежными коллегами. А наши любимые студенческие весны – это они открывают новые возможности, новые интересы, новые перспективы и новых друзей. Растет и благоустраивается студенческий городок на Соменке, где расположены факультеты и современные общежития – бассейн «Парус». А жизнь здесь, как и полагается в молодежной среде, не дает скучать студентам. Это и ставшие традиционными праздники, концерты и конкурсы, спортивные состязания. Все более популярным становится театр-студия «Зеркало», который смело берется за постановки и классической, и современной драматургии. А каждая премьера – это события в культурной жизни университета. Волонтерский центр ТВГУ известен участием во многих российских акциях, таких необходимых и важных сегодня, как «Мы вместе». Студенты-волонтеры в сложный период пандемии взяли на себя заботу о тех, кто нуждается в ней. Это доставка продуктов, лекарств, помощь по дому и просто общение, которого так не хватает сегодня многим. И деятельность их постоянно получает высокую оценку. Полвека в ракурсе человеческой жизни – возраст зрелости. Для университета с позиции истории – молодость, но главное в ней – то, что вместили в себя эти годы, чем славен он сегодня и что сулит его будущее. Правда, история нашего университета и сегодня может заполнить не один том с его жизнеописанием. Но без сомнения, на его странице будут вписаны еще сотни замечательных имен, вошедших в историю не только университета, но и всей страны.